Продолжаем. Как же мы можем поощрить человека разговаривать, общаться и снять маску, и увидеть суть, к которой проблем он пришел. Следующее – это уважение. Не важно, какой конфессии человек принадлежит. Не важно, какие у него взгляды, жизненные ценности. Если человек пришел к нам на разговор, на беседу, мы должны его уважать. И его взгляды в том числе. Это не значит, что мы их принимаем, но мы уважаем право на его взгляды. И если он пришел к нам, он просит у нас о помощи, нам нужно эту помощь оказать. Это элементарное, как бы, вот, человека любит. Однажды нас пригласили в один из городов провести семинар с супружескими. Причем получилось так, это пара, они были у нас в другом городе на семинаре, вот они нас пригласили. Написали, помните, вот мы были у вас там-то, там-то, нам так понравилось, мы хотим вас пригласить к себе, что нужно сделать для этого. Ну, мы списались, согласовали даты. И вот приезжаем в тот город, заходим в помещение, так сказать, их церкви. И потихонечку у нас так начинают волосы шевелить не только на голове. Мы понимаем, что мы попали немножко не туда. И когда мы молчим, мы приходим, значит, в гостиницу. Где остановились. И мы так, честно, так скажем, что, ребята, а вы кто? А они как, ну, мы христиане. Мы, как бы, христиане? Мы немножко по-другому христиане. А точнее. Ну, как точнее. И мы, знаете, как, чтобы посмотреть, что это такое вообще, куда мы попали, нужно идти по символу веры. Прям символ веры, я считаю, вы должны знать наизусть его все, для того, чтобы понимать, этот церковь или секта. И стали идти по этим символам, и когда доходим до второго пришествия Христа, они говорят, вот тут мы немножечко отличаемся, мы считаем, что он уже пришел. Да. Очень интересно. И когда мы стали выяснить, мы понимаем, мы говорим, мы не поняли, вы мормонная? Они говорят, нет, мы муды. Всех-то муды, да. Ну, мы церковь муды. Они себя церковь называют. Мы церковь муды. Мы говорим, Лед, а почему нам не сказали об этом заранее? Они задают нам вопрос в лоб. А если бы мы вам сказали, вы бы к нам приехали? Они говорят, нет, поэтому мы не сказали. У меня первая реакция, посмотрите, какая. Они нас обманули. Мы сейчас все бросим, уедем. Вообще-то, кому это надо здесь? У нас затянули. Ну, Миша почувствовал мое. А у меня так раз, что это мужчина, да? Руку мою сделать, и помолчить. Я молчу. Что тогда, почему? Вы же знаете наши взгляды. Что? Почему нас пригласили? Они говорят, понимаете, мы были у вас на семинаре, и мы поняли, что мы идем не туда. Мы поняли, что... Мы увидели истину. Мы увидели, что вас пытаются контролировать и затягивать все больше и больше. То есть мы поняли, что мы истерковь. Увидеть истину. Чтобы они тоже ваши услышали. Мы говорим, подождите, руководство нашей церкви знает, кто мы? Да. Знают. Мы организовали, мы все предупредили. Ребята, но мы все, что будет проходить на семинаре, мы будем говорить так, как мы говорили там. Мы будем говорить о крестине. Все руководство нашей церкви, они провели беседу, сказали, знаете, вы умеете фильтровать. Все, что будет там говориться, вы фильтруйте, но мы хотим, чтобы они хотя бы услышали, потому что у нас это вообще не произносится. И прежде чем уйти, мы решили вас пригласить и дать им шанс тоже услышать, что вы пришли. И мы действительно в той церкви провели этот семинар. Понимаете, ну это был, как это сказать, акт уважения, акт служения. Но мы ощущали себя как Павел в Ариопаде, да? Было сложновато, честно вам скажем. Но мы понимаем, что это надо было сделать. И мы видели потом плоды, действительно, мы видели плоды среди этих людей. Но если вы к ним относились, ну ладно, ну что вы тут, сектанты, собрались, да, сейчас мы вас научим. Мы уважали тебя тоже. Перед нами сидели люди, давали свои взгляды. Но опять, нам нужно как-то принять свою жизнь, принять. И если нас приглашают, и к нам идут, нам нужно делать свое дело с теми людьми, которые к нам пришли за помощью. Нам нужно оказать помощь, независимо ни от каких их взглядов. И не перетягивать на свою сторону. Не тянуть за уши. Не делать из них христиан. Дать выбор. Уважать их право. Остаться там или перейти. Следующее. Уточнение. Уточнение. Значит, что такое уточнение? Я вас правильно понял. Вы вот именно вот это и вот это хотели мне сказать? Вот знаете, потрясающая фраза. Во-первых, если вы видите, что человек сам сомневается в том, что сказал. Ну-ка, ну-ка, минуточку, давайте. Я вас правильно понял. Вы именно вот это вот ощутили в этом разговоре. Я вас правильно понял. То есть вы почувствовали вот то-то и то-то. Вы хотите сказать, что именно это вас обидело, когда ваш муж поступил так-то и так-то? Пусть еще раз человек продумает, да, говорит. Уточнит. Может быть даже не для вас, а для себя. Понимаете? Следующее. Очень важен такой перефраз. Что такое перефраз? Это просто сказать то же самое, но другими словами. Я сейчас выброшу все из окна. Я сейчас выброшу. Не-не-не, перефраз. Не отразить его слова, не повторить за ним, что сказал. Это тоже прием. А перефраз это, я сейчас выброшу все из окна. То есть ты хочешь сказать, что ты собрался покончить жизнь самоубийством, и вообще все, что происходит, как тебя не интересует? То же самое сказали. Да. Да. Вот. Это совсем другое. Да, пусть человек услышит то же самое, но другими словами. Вот однажды позвонила женщина в эфир. Я не помню, говорили мы это на случай или нет в нашем курсе по супружеству. Ну, вообще показательный случай в этом плане. Ты же понял, ваша шесть. Звонит, говорит, он же знает, я не знаю, что делать со своим мужем. Он мне так раздражает, мы живем с ним почти 30 лет, он мне прям вот раздражает. Я говорю, так, давайте привезти последний пример, вот, с иллюстрацией. Когда у вас так уже вот началось, что вы даже решили с нам позвонить в ВК. Ну, он говорит, вчера пошли с ним в магазин. Идем, и он говорит, давай купим вот это ведро. Она нам нужна была купить ведро под нашу швабру. Наше ведро прохуделось. Он говорит, какое у нас ведро? Я говорю, понимаешь, оно маленькое. Он говорит, нет, нормальное. Я говорю, нет, маленькое. Я говорю, нет, маленькое. Я говорю, нет, маленькое. Не влезет, нет, влезет. Вот. Ну, я думаю, ладно, в конце концов, муж, надо повиноваться, пускай покупает. Пусть увидит сам. Что, покупаем? Купил ведро, переносил домой, вставляем швабру, он говорит, слушай, правда маленькая. А я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал, что она маленькая. Говорил не влезть, а ты говоришь влезть. Я говорю, не знаю что. Вот как мне на это реагировать? Мы говорим, слушайте, а сколько, говорите, не живете, она, 3-й лет. Я говорю, слушайте, 30 лет прожили, и вы так стали, говорю, одной плотью, что даже вот вы думаете, а это на сон думы. Вы говорите, на сон говорите, слушайте, она... И тут мы перефразируем. То есть вы хотите сказать, что вас раздражает то, что вы стали служим одной плотью? Она все хоталась. То есть понимаете, то есть вот перефразовала, как бы вот сыграла, во-первых, юмор, во-вторых, понимаете, все. То есть она сама увидела вообще юридическую ситуацию во всем том, что происходит в своей жизни. То есть ее раздражает совсем не то, что она как бы вот хотела вынести на это всеобщее обозрение. Там другие были совершенно причины. Вот Сину еще здорово помогает. Дальше, следующее, стимуляция. Тоже очень такой, в активном слушании такой подход, как стимуляция. То есть помогать человеку открываться, снимать маски, что это будет во благо же ему самому. Без обвинений каких бы то ни было, без упреков, без лжей. Без увлечения во лжи. Да уж ложь. Такого быть не может. То, что ты чувствуешь, это все неправда. Это все барьера, о которой мы говорили. То есть стимулировать. Повторение. Вот это как раз о чем вы говорите. Повторение как раз, да. Вот это отражение. Повторение чувства. То есть человек среагировал, повторить за ним. Чтобы он видел, что вы действительно с ним вместе, рядом. Давайте в игру сейчас поиграем. Давайте отвлечемся, потому что чувствую все в вас. Грузи, отвлечемся. Людмила, скажи, кого ты любишь? Я люблю кого. Кого я уже люблю? Своего близкого друга. Андрей, скажи, кого ты любишь? Дочку. Кого? Дочку. Дочку. Юрий, скажи, кого ты любишь? Только Степку. Андрей, скажи, кого ты любишь? Ой, я много кого люблю. Дочку люблю. Татьяна, скажи, кого ты любишь? Да не люблю. Ну, я тоже много. Андрей, скажи, кого ты любишь? Женого. Николай, скажи, кого ты любишь? Ну, никто из вас не сказал, что я хочу. Вот сейчас Михаил скажет, что я хочу. Миша, скажи, кого ты любишь? Кого ты любишь? Кого ты любишь? Вас просят повторить. Скажи, кого ты любишь. Понимаете? Вы не на вопрос отвечаете. А мы с вами что делаем? Вы не услышали мою просьбу, скажи, кого ты любишь, скажи вот эту фразу, но вы перевели это на свое. Вопрос, знаешь, ответ. Мы тоже когда-то попались на эту удочку. И вот помните, что вот этот прием повторения, парой человек просто хочет, чтобы вы повторили, потому что он хочет то же самое услышать от вас. Понимаете, какая вещь? Да, и вот с одной стороны этот прием кажется глупым, ну вот прием отражения, ну там мужчины все такие, мужчины все такие. Женщины все глупые, женщины все глупые. Понимаете, он вот вроде бы как бы, ну, странный, но то же самое у старого другого человека, человек начинает мыслить. Ты что-то в льду говоришь. А ты знаете, как это, иллюстрация такая, мультик этот, Змей Горыныч, Алеша Попович, что горит змея, по-моему. И когда там расходятся, значит, она с бабушкой идет, а он с дедушкой. И она говорит, да вот он плохой такой, я надо себе другого. Она, да, 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 она идет. Да ты что, у тебя нет своего мнения, что ты не соподагиваешь. Ну то есть вообще, знаете, иногда это помогает, иногда. Ну то есть тут нужно смотреть, вот что может помочь человеку, вот, как бы начать видеть, да, свою проблему. Следующее, подчеркивание, уточнение такой момент, что человек хотел сказать. То есть подчеркнуть акценты какие-то, да? То есть люди часто как бы убегают от основной проблемы. И вот тут помогает, ну, такой обычный вопрос. Вот человек говорит, 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 а вы его спросите, а что вас больше волнует? Какой вот на данный момент самый главный твой вопрос? На что ты сейчас хочешь найти ответ? Понимаете, да? Вот. То есть, потому что иногда, да, вот человек говорит, 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 говорит. Я хочу вам сказать, у меня вот с детьми, у меня с детьми не получается, я прихожу на работу. Вот сейчас, самое главное, на что ты хочешь ответить? Какая у тебя самая большая проблема? У нас всего час. Вот давай вот сейчас так вот на самую важную тему поговорим. Особенно в прямом фильме говорю, понимаете, вот давайте, вот самый главный вопрос, который сейчас вас волнует. То есть очень хорошо, раз человек мобилизуется и делает акцент. Следующее. Составление плана действия. То есть слушая. Нет, ну там, об этом будем подробно говорить. Об этом будем еще подробно говорить, но просто сейчас, что слушает то, что человек мыслит сам уже. То есть, что он наметил, что он придумал. Потому что, как правило, когда человек говорит, он уже знает. Уже есть какой-то ответ, но, может быть, не сформирован еще. Может быть, он как-то расплывчато выглядит. Невербализован, не назван слух. Вот это почувствовать в нем. Вот я сейчас чувствую, мне кажется, ты уже знаешь ответ, но давай сейчас вот разберемся с этим. Важно структурировать сразу, понимаете. То есть, какой вопрос немедленно нужно решать, быстро, прямо сейчас. Какую проблему можно, в принципе, отложить? А какую нужно отложить? Потому что иначе в нем побдонешь. Закопаешься. Слишком много побочных эффектов изникает, лишних вопросов, лишних проблем. Но относительно мотивирования, мы очень часто применяем вот эту таблицу, когда делим лист на 4 части. Что будет, если я продолжу? Чего не будет, если я продолжу это делать? Помните, да, вот этот прием? То есть, чтобы человек понял, что у него есть возможность получить больше, чем он может потерять. Потому что в любой проблеме, при любом решении, он что-то потеряет, если изменит образ жизни. Если будет по-другому поступать, он что-то потеряет, но получит он больше. И последнее, что обязательно нужно помнить, когда мы слушаем и доходим до сути, помогаем человеку видеть суть, обязательно нужно подвести итоги. То есть, как я понял из нашей с тобой беседы, тебя волнует вот этот вопрос. То есть, факт. Вот этот факт. И мы с тобой решили, что вот то-то и то-то должно произойти, вот так-то должно случиться. Ну, в общем, подводим такой основной итог. Ну, а теперь переходим уже к более такому практичному моменту. Вообще, у Михаила образование первое техническое. То есть, инженер. Я все ввожу в таблицы, в схемы, квадратики, в треугольнички, наверное, заметили. Все рисуем, да? И действительно, знаете, порой сейчас мы вам покажем схему. В этой схеме практически сейчас в нее, вот в одну схему, внесено все, о чем мы говорили с вами и вчера, и сегодня. И в предыдущих наших курсах, и в сегодняшнем курсе. В одной маленькой схеме, в пяти квадратиках. Итак, мы говорим о нашем психологическом взаимодействии с человеком. Итак, человек приходит к вам, он приходит к вам... Имеет какой-то запрос. Вот у меня проблема. Помогите мне ее решить. Всегда человек приходит в запрос. Ну, пример, может быть, сразу какой-то возьмем, так и чтобы... Ну, например, приходит однажды молодой такой человек, ну, лет 25-30 вот в этом промежутке, и говорит, «Я знаю, вы семейные психологи, вы занимаетесь отношениями, верните мне качку». Ну, запрос. Верните, как качку. То есть, конкретный запрос. В чем проблема? Ну, вот мы... Дело в том, что мы оба наркоманы, причем меня эта качка подсадила, значит, на наркотики, но... У нас были нормальные отношения, потом меня поймали, я, чтобы как-то ее отгородить, значит, взял все на себя, отсидел, вышел, а она с другим. Верните мне качку. Вот я, говорит, тоже все избавился от наркотиков, вот, ну... Я пока сидел там, значит, избавился, я все осознал, все понял, тут и всякие верующие приходили, меня убедили, все нормально, все я убежден. Я все понял, да, ну, качка мне нужна. Люблю, а она с другим. Все, вот запрос. Так, что вы делаете, чтобы вернуть качку? Какие вы предпринимаете действия, чтобы вернуть качку? Ну, понятно, что мы сейчас вам этот разговор, вот, в схеме покажем, конечно, он шел с активным слушанием, со всеми этим, ну, вот, как бы вам сейчас... Ну, уже так, резюме, да? Какие действия вы предпринимаете? Ну, как, я его встретил. Однажды. Однажды. С кем она? Выкостылял ему. Результат какой? Катька с вами? Нет. Возвращаемся к запросу. Действия не те. Значит, к запросу вернулись. Итак, что вам надо вернуть, Катька? Что вы еще делаете? Какие действия предпринимаете? Я однажды пришел к ней с букетом роз. Говорю, Кать, ну, ты мне нужна. Результат какой? Она мне розами. Опять не то. Не то. Возвращаемся к запросу. Еще, чтобы предпринимали, чтобы получить, вот, решить эту проблему. Схема вот эта понятна, да? То есть он вам говорит, что перед вами, то есть вы должны увидеть, что перед вами человек, что-то делал, и он должен сам понять, что все его действия приводят к нулевым результатам. Понимаете? То есть вы помогаете ему видеть суть. Но вы-то уже понимаете, что проблема не в Катьке. Вы так сразу увидели. А тем более он вам многие там вещи говорит, и тут вы задаете ему вопрос, который, ну, будем говорить, глубже пойдет. А зачем тебе нужна Катька? Катерина твоя. То есть вы как бы идете на мотив. Вообще мотив какой у тебя, чтобы кайфут вернуть? Ну, как, говорит, зачем? Зачем она тебе нужна? Ну, мы слово мотив ему, конечно, не говорим, мы говорим, зачем она тебе нужна. Он говорит, ну, как, зачем? Ну, мне жить негде. Почему жить негде? Ну, понимаете, у меня родители, вот у них двухкомнатная маленькая квартира, а тут я вернулся за эти вот там годы. Мой брат женился с женой, живет, то есть там мама с папой, брат с женой. А сестра развелась. Сестра развелась, с ребенком живет. Вот в двухкомнатной квартире все это происходит. Ну, я, конечно, могу хлопнуть дверью и сказать, тут тоже моя жилоплощадь. Ну, как-то я себя уже неуютно там чувствую. Ну, и потом я понимаю, что меня там как бы не ждут, а вот пать к квартире двухкомнатной квартиры. Мы же жили-то с ней. Ага, то есть вам как бы нужна квартира, да? Ну, а давайте подумаем, как можно вот этот квартирный вопрос решить. Ну, и вот вместе с ней троговано. Уже другой запрос у него. То есть мы как запрос вместе с ним переформатировали. Понимаете? Потому что... Теперь у него проблема, где жить. И вместе с ней... И теперь рассмотрим, какие действия можно предпринять, чтобы результат был. Такой, что есть, держите, понимаете? Да, то есть... Вот, и он же там будет. Ну, вообще, конечно, у нас в городе дают жилоплощадь. Зворникам дают жилоплощадь, например. Жилоплощадь, да, жилоплощадь, да. Служебное, да, жилоплощадь это дают. Ага, можно, город. Можно? Можно. А еще вот я знаю, что вот в детдоме я вчера шел, видела, что там сторож требуется. Там и сторожка, в принципе, я знаю, что вот можно там взять и там. То есть сторожу ездил в человека? Да, он сам предложил где-то 3 или 4 варианта, что вопрос с жильем решает. Ну, вообще, это не проблема для меня, вот с жильем это, говорит, ладно, не самое главное. Я же люблю его, качку-то. Он опять возвращается на прежний запрос. Он говорит, так, ну да, хорошо. Еще зачем тебе она нужна? Ну, я ее люблю. Ну, я у меня уже жениться пора, я уже детей заводить. А, стоп, а ты хочешь детей от Катьки? Ну, как-то вот так. Конкретно, смешно. Конкретно. Да, вот вы женились, вот у вас повелись. Ну, она будет гулять, она наркозависитая. Она до сих пор торгует наркотиками, вот мы все из его разговора вычисляем, что наркозики до сих пор ее жизни присутствуют. Не, ну, может, она лиза изменится, но вот представь, вот сейчас, вот сейчас. Вот на данном этапе, ты от нее детей хочешь иметь? Нет, вот сейчас не хочу. Вот сейчас нет. Новый запрос, он хочет детей, но уже не откатит. А зачем ты хочешь детей? Почему? Ой, знаете, я так люблю детей, и, вы знаете, в глазах у него выступает Снёза, он рассказывает, как он любит детей. Как он играет с племянником со своим. Да, да, что даже в колонии, там рядом была женская колония, с, ну, как там, где женщина рожает, и он там тоже, вот там, говорит, для меня было вообще счастье, когда мне, вот, знаете, там стирать все, он там в прачечной работал. Я говорю, вот с пеленки беру, вот вдыхаю запах, где, то есть он, слушайте, говорим, но, ведь знаете, сколько детей, которым нуждаются в папах. Мы говорим, посмотрите, ведь. То же самое дом ребенка. Да, а там одни женщины работают, а они весь нуждают еще и в папе. Точно я могу быть там сторожем, за одной ночной Янечкой. Он сам принимает их сразу, раз, 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 то есть он находит эти действия. Ну, конечно, мама может быстро описана, конечно, это на протяжении такого более долгого разговора шло, да? Ну, вообще, говорит, и дети не самое главное. Мне же Катька нужна, ну, я, любовь-то я куда дену? Он опять к Кате возвращается, он постоянно будет... Я же ее люблю, давай смотреть еще. А, подожди, а она тебя любит? А вот то, что между вами был действительно любовь? Ну, нет, конечно, ну, поймите, что кроме нее-то мне как бы вот даже... И никого больше нет, я вот сейчас вышел, освободился. Подожди, а вас, вот нам кто посоветовал? Ну, вот этот, вот этот, а мы знаем, что вообще этого человека, они там по таким-то дням собираются на общение. Они пьют чай, разговаривают, общаются. Может быть, как-то тебе туда... Да, он меня ведь тоже приглашал, слушай, а может правда сходить? То есть, ему нужно общение. То есть, по большому счету, понимаете, во время разговора мы вышли на потребность. Потребность какая? Помните, мы вчера говорили, самая главная потребность любого человека. В чем? В честных, близких отношениях. С самим собой, с Богом, с окружающими людьми. Понимаете? Вот. Вот эта схема вообще работает. То есть, человек приходит с запросом, но потребность у всех. В принципе, у любого человека потребность, это честные, близкие отношения. И вот когда вот это вот все, человек сам осознает, выйдет на эту потребность, вот тогда можно идти уже дальше. И уже думать, какие действия принимать. Ну, пример может еще привести, да, чтобы вот... Чтобы вы видите, что-то, как эти схемы... Классический пример, это то, что мы уже приводили на нашу теме, подходы к консультированию, как Иисус Христос консультировал женщину-самаренку. Вспомните, какой по большому счету... Какой замок был у женщины, когда она пришла к колодцу? Какая была ее проблема? Воды живой. Нет, нет. Ее проблема была отвержения. Она пришла... Почему она пришла в самую жару, в пекло? Потому что она была... Ей было стыдно, она была отвергаема. Ее было стыдно, ее все отвергали, вот у нее была проблема. Вот ее проблема. Смотрите, какие действия она предпринимала? Иисус говорит, какие действия ты предпринимаешь, чтобы получить уважение от общества? Мужиков. О! Понимаете? Почему она сама... Она в результате к этому пришла. Ты опять пришла одна. Ты опять отвергаема. То есть, здесь вините. Постепенно... Он ее выводит на мотив. Почему ты это хочешь? А я хочу семью. Почему так? Семью она хочет. Понимаете? Вот ее основной мотив. Поэтому она вот так себя ведет. Но... Но основа эта потребность ее в чем? Он ее выводит на эту потребность и показывает ей... На честных отношениях. Будь сама с собой честна, что это вовсе тебе не муж. Будь честна с людьми. Будь честна с Богом. Смотрите, потом эта женщина забывает о том, что она отвергаема. Она забывает о том, что ей нужна вода. Она все бросила, побежала. Она побежала к людям. Вот, кричать. Люди! Понимаете? Вот, смотрите, что я узнала. Вот это консультация, да? Вот вы понимаете? Все, вот оно. И практически все это было вот настолько... То есть, она сама осознала. Не он ей сказал вот так, вот так. Нет, она сама все это вызвала. Это самые лучшие консультации, когда от вас человек выходит и говорит, а что я приходил-то? Я и сам все это знал-то в принципе. Вот это самая лучшая консультация. Понимаете? Озвучить ему? Да, да. Он сам все узнал и оказывается. Я просто раньше этого не делал. Почему-то. Вот, понимаете? Замечательно. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Вот. Ну или, например, вот у нас летом был молодой человек, приехал. У нас там обычно всегда компания собирается. Рядом с нами ставят палатки. Ну, такие подростки. Ну скажи, где они с нами? На месте нашего летнего отдыха. Мы летом живем за Волгой, ставим там палатку и все лето живем в этой палатке. Там свежий воздух, продукты свежие. И вот недалеко от нас одни ребята постоянно ставят палатки. Ну, они ребята такие свободные, там все у них есть. От секса до пива. Да, от секса до пива. Вот однажды приехал один. Интересно, что они нас часто приглашали к своему костюлю, к нам приходили, мы с ними беседовали, разговаривали. Только однажды приезжает один человек, у нас с ним получилась очень такая незапланированная консультация. Ну там никого нет, там у нас горит костер, песня под гитару, мы споем. И он говорит, что я приехал, а тут никого нет. Обещали же мы тут встретиться все вместе. Наверное, они в другом месте встретились, меня не поставили в известность. И мы говорим, ну а проблемы-то? Почему тебя не поставили в известность? Если это друзья, как? И вообще, они меня всегда унижают. Понимаете, вот он все видит, он переживает. Его всегда унижают друзья, хотя он самый старший из них. То есть его друзья в возрасте от 16 до 19, они уже за 20, это человек уже специальности, у него и дело свое. Его друзья унижают. А что ты делаешь для того, чтобы они тебя не унижали? Ну опять пошли по схеме, да? Опять вот схема, очень простая схема, запрос, действие. Хочу, чтобы меня друзья не унижали. Какой результат? Я, говорит, играю роль клоуна. Ну и как они тебя начинают делать? Лучше стало? Нет. Ну чтобы быть в их обществе своими, я, говорит, стал клоуном. Лучше стало? Помогло? Результат какой? Все плохо. Я стала покурить вместе с ними травку. Ну они вот все вот так, ну а я что? А иначе вот они меня не будут приглашать в компанию. Ну и как то, что вместе с ними стало лучше? Лучше стало? Нет. Ну и вот дальше, дальше, понимаете, и потом, ну а… Для чего тебе компания вообще нужна? Для чего тебе компания, да, нужна вообще? Ну я хочу, чтобы меня уважали. Они тебя уважают? Нет. Давай задумаемся. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Да. Что можно сделать в этой ситуации? Ну вот да, конечно, я вот понимаю, что вот мне как-то нужно самому сначала изменить в себе отношения. Понимаете? И вот мы вместе с ним пошли вот над этим работой. И он опять вышел на эту потребность, что ему не нужна эта компания, ему нужны честные отношения. Но честные отношения, он интересная такая вещь сказала. Вот с чего все, на чего все говорит. И я, говорит, понимаю, мне от чего больно. Я, говорит, вот смотрю вот на вашу дочь. И он говорит, я понимаю, что вот это такая девчонка, как она, никогда на меня, на такого не обратит внимания. Почему, говорит, на меня обращать внимание, всякое, ну там назвал. Хорошо. Я говорю, понимаешь, для того, чтобы ты хочешь… Не, хорошо. Да, ну да. Если ты хочешь быть достойным, достойной девушке, ты сам станешь достойным. Вот, чтобы она на тебя посмотрела. И у него тоже пошла работать мысль, понимаете? То есть вот замотивировать, ему действительно хочется семью, ему хочется честных отношений, он хочет любви. А действия принимать совсем не те. Неправильно. А если мы начнем, начали с ним вот с самого важного, с потребностей. Покайся. Покайся, и все пройдет. Он не готов еще. Понимаете, нужно, чтобы человек сам подошел к тому, что он действительно надо. Вообще, когда мы разговаривали с молодежью, то такая основная проблема возникающая. Ну, когда вот мы говорим, что там вот и девчонки сейчас такие, и парни вот такие, и встает один, всегда такой находится, встает и говорит, ну а где взять нормальных-то? Ну вот я хочу за нормальную там, жениться на нормальных хочу. А где их взять-то? Все ж такие вокруг. Мы всегда отвечаем очень просто. Он говорит, да, вот представь, вот ты сейчас выходишь из этой аудитории, и ты встречаешь ее, вот эту принцессу, умная, начитанная, образованная, чистая, светлая, порядочная, вот все, ну мечта, а не девушка. Она на тебя, на такого посмотрит? Это вопрос. То же самое девушка, если она ищет принца. Если ты ищешь принца, сама стань принцессой. Понимаете? То есть это настолько все взаимосвязано, это вот тот самый закон Ухтомского. Рядом с нами те люди, которые заслужили закон заслуженного собеседника. Вот. Поэтому, как бы, ну эти законы никто не отменял, они действительно существуют и на духовном, и на душевном уровне. И вот важно, чтобы понимать, вот на эту потребность, потребность в честных отношениях, человек к ней пришел сам. Ну, с нашими наводящими вопросами, с нашим активным слушанием, с нашим отношением к нему как к личности, не навязывая нашу точку зрения. Да? Не хочет, он не придет. Потому что бывало такое, что мы начинаем говорить, все, нормально, я уже это слышала от бабушек, от всех, все, не хочу больше. Ну, замечательно, все. Давайте споем песню, ребята, какие-то. Закрылте, закрутил, мы уважаем право ему на выбор. Все. Все. Но если человек продолжает разговор, продолжайте. Но он имеет право его прекратить, не надо навязываться больше. Ну и сейчас у нас осталось пять минут, чтобы до следующей темы. Потому что дальше мы уже будем конкретно работать по действиям. То есть вывели на потребность, дальше что? А дальше нужно работать над правильными действиями, чтобы выработать план действий. Это уже пойдет еще более конкретно. И надеюсь, что на перерыве вы вот эту вот схему, которую вы дали, переварите, пропустите, осознаете. Мне кажется, она очень проста. Вообще, когда Миша ее первый раз как бы так вот показал, это максимально простая схема. У нас жизнь еще какая-то. Да. Есть вопросы? Ну нет. Все так понятно. А теперь вы работаете с людьми, которые, допустим, они понимают, чего не хотят, но они не хотят никаких действий принимать. Ну, мы уже говорили, что… Например, у меня есть такая знакомая, она как бы очень многих консультантов концертировалась, и вот у нее такой запрос, у нее четверо детей, вот, и как бы все от разных мужей, и она говорит, а я вот не хочу, не работать, не хочу, ну не хочу я, нет у меня… А тогда в чем у нее проблемы? Он говорит, я хочу, чтобы такой человек был, чтобы он обо мне заботился, а я ему кофе варила. Все, прям по этой схеме. Ну как, вот ваш запрос, такой человек, что вы делаете? Нет, у нее муж есть. И она вроде как бы даже им довольна, а когда недовольна, она у нее вот такое вот. Я говорю, а что ты хочешь? А вот хочу, вот как мне пожить в такой жизни, чтобы никакой ответственности не нести, чтобы дети сами… Ну вы знаете, это маска. Нет, разговаривать с маской – это маска. Вот, и как бы я говорю, я не могу понять, что ты хочешь. Просто не могу понять. Она играет? Она себе придумывает каких-то там любовников периодически, то есть как бы у нее дети непонятно там от кого, их четверо уже. У нее что-то болит. Да. У нее условные отношения с мужем. Да. У нее нет нормальных отношений честно с детьми. Нет отношений с самой собой. Сама себя она вообще никак не принимает. Обманывает себя. Она не хочет этого признать. Это право и ее правду. Ты хочешь играть дальше? Я уважаю твое право. Сама себя обманывает. Как только тебе будет… устанешь от этих игр… Приходи к нам. Мы с тобой на весу план действий вместе. Играть с тобой мы не будем. Ну можно как-то быстрее сделать, чтобы она… Пока она не захочет бесполезно. Ну вот есть вопрос, что это может быть из детства откуда-то идет. Может быть из детства. Но пока она сама не захочет предпринимать какие-то шаги, заставить ее нельзя. А из детства идет много. И вот сейчас мы будем об этом говорить. Из детства очень много идет. Но человек должен сам захотеть что-то изменить. Поэтому результатом нашей встречи должны быть какие-то действия. Если действия не предпринимаются, извините, мы не свободные уши. Мы звоним человеку и говорим, что вы сделали. Сработало, не сработало. Как это у вас получилось. Может что-то вы где-то мало усилий приложили. Давайте рассмотрим. Вы ничего не делали? Тогда извините. Это ваша проблема. Просто понимаете, как страдает ее муж, ее родители, ее дети. Они сижу вместе. Могут тоже выбрать себе. И вот как бы она говорит, а мне собственно все устраивает. Это у них проблемы, а не у меня. Мне все нравится. Палачи есть только, там есть жертва. Значит в данном случае может быть мужу… Надо прийти на консультацию. Если ее все устраивает, а что тогда вообще разговор может идти? Ну вот сходи к психологу. Мы давай сходим к психологу. Да, пожалуйста. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok